Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. Сегодня, значит, еще покажу я вам три ловушки, которые я помню. То есть, может быть, эти ловушки есть где-то в книге, может быть, нет. Но, думаю, многим будет это интересно, так как ловушки в актуальных дебютах. Итак, снова я покажу две ловушки за черных и одну ловушку за белых. Буду так отдавать предпочтение черному цвету. Итак, первая ловушка у нас связана с испанской партией. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6, слон А4, конь Ф6, рокировка, конь бьет Е4. Открытый вариант испанской партии. В прошлом месяце мы разбирали испанскую партию, я делал даже ролики по этому дебюту. Поэтому, кому интересно, можете тоже посмотреть. Это я, прежде всего, обращаюсь к новичкам, то есть тем, кто впервые пришел в клуб. Эти видео вы можете найти в видеозаписях клуба в альбоме под названием «Испанка». Итак, конь бьет Е4, рокировка, конь бьет Е4, значит, Д4. Д4 играют белые, это основной вариант. Б5, слон Б3, Д5. Побили, побили. Теперь конь Д2. И вот теперь ловушечный вариант. Ловушечный вариант, связанный с ходом слон Ж4. Теперь, значит, пешка на Д5 защищена ферзем. И, значит, на что это рассчитана ловушка? На то, что... Ну, сначала покажу, как правильно играть белым. То есть, правильно здесь сыграть конь бьет Е4, ДЕ и ферзь Д5. Восклицательный знак, напав и на пешку, и на коня с шахом. И здесь у белых в вариантах перевес. Ну, а какой перевес, вы можете посмотреть, соответственно, в моем ролике. Ну, а ловушка связана с ходом Х3. Если белые немедленно хотят прогнать слона, то тогда черный играет конь, бьет Д2. Ну, теперь ферзь бьет Д2, слон бьет Ф3. Там позиция белых разваливается. Значит, у них становятся здесь пешки развалены. Конем играть нельзя, потому что связан конь. То есть, после слона бьет Д1 потеряется ферзь. Но если сыграть слон бьет Д2, то после слона бьет Ф3. Ферзь бьет Ф3, конь бьет Е5. С кем бы я ни играл, все автоматически попадаются в эту ловушку. Могу даже, как говорится, так немножко похвастаться, что даже Шамиль Агузов, один из лидеров нашего клуба радостной шахматы, тоже попался в эту ловушку. Итак, конь бьет Е5, и белый отыгрывает ферзь бьет Д5. Но это грубейшая ошибка. После ферзь бьет Д5, слон бьет Д5, водья Д8. С хода слон С6 шах нет, а водья, собственно, поймала на шампур, нанизала два вкусных белопольных слоника. То есть, по-любому один слоник из них теряется. Если, например, сыграть слон С3, то после водья бьет Д5 все-таки конь Е5 снова защищен. Ну и, собственно, здесь ничего такого страшного не происходит. Ну, в принципе, как-то здесь еще могут белые бодаться ходом ладья Е1, пытаясь отыграть фигуру. Но после Ф6, Ф4 фигура все-таки отыграется, но компенсации там будет более чем достаточная. Значит, ну вот такая вот ловушечка. Ну, давайте посмотрим даже, включим движок. Мне самому интересно. Я, кстати, этот вариант не рассматривал. Ну да, ладья, значит, Е1, Ф6, Ф4. Тогда слон С5 шах, король Х1 и Б4. Ага, вот в чем здесь вся хитрость. Б4. И получается, что если слон отходит... А слону, кстати, отходить некуда. Два его заберет ладья. А после ФЕ рокировка все равно слон теряется, и черные остаются с лишней фигурой. То есть, на самом деле, это такая вот глубокая, на самом деле, ловушка. Вот вы посмотрите, ловушка начинается на 10-м ходу. Ну и, собственно, наверное, в книгах дебютной катастрофы вы вряд ли такую ловушку найдете. Это чисто, как говорится, такая игровая ловушка. Потому что если здесь не играть H3, а сыграть, как я показал, то здесь белые получают перевес. Ну что ж, вернемся в самое начало. Одну ловушку я вам показал. Достаточно такую сложную. То есть, это уже даже не для новичков, а, скорее всего, уровня первого разряда. Вторая ловушка, значит, у нас будет связана с моим любимым контргамбитом Фолькбейером. Итак, Е4, Е5, Ф4, Д5, ДЕ, Е4, значит, Е4, контргамбит Фолькбейера, по которому я тоже делал ролик, и который вы тоже можете найти в видеоальбоме. И здесь Д3 играют белые, конь Ф6, и здесь вместо ДЕ играет конь С3. Тогда слон Б4, слон Д2, Е3. Слон бьет Е3, рокировка. Значит, и здесь белые ходят ферзь Д2. Ферзь Д2, так, под связку. Ну, ловушка, в первую очередь, конечно же, предназначена для новичков. Новички теряются в контргамбите Фолькбейера. Они мыслют стереотипами, то есть, скорее, увести короля на ферзьевый фланг, то есть, сделать длинную рокировку. Но после конь бьет Д5, теперь выясняется, что дела белых здесь просто швах. Дела белых швах. Почему? Потому что после висит конь на С3. Значит, и получается, что если, например, здесь сыграть длинная рокировка, то после ферзь Е7 нападение идет на слона. Теперь конь бьет Д5 не сыграешь, потому что слон бьет Д2 идет с шахом, с шахом теряется ферзь. Ну, а главный вариант такой, что если как-то этого слона защитить, там ладья бьет Е1 или еще как-то, ну, правильно здесь сыграть слон Д4, но после С5 все равно там дела плохие, все равно теряется фигура у белых. Ну, а если, например, сыграть слон Ф2, как-то так корявенько, то тогда после слона бьет С3 сразу же проигрывают белые, потому что после БЦ ферзь А3 шах, король Б1, конь бьет С3 шах, выясняется, что на А1 нельзя уходить, ферзь бьет А2 мат, приходится отдавать ферзя, ну и, собственно, белые остаются у разбитого корыта. Много я поймал новичков в эту ловушку, ну, собственно, вот смотрите и запоминайте. Ну и последняя ловушка, такая актуальная, она связана, значит, с атакой Макса Ланге. Итак, Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, значит, слон С4, конь Ф6, Д4, ЕД, рокировка, слон С5, Е5, Д5, вот она атака Макса Ланге, ЕФ, ДЦ, владей Е1 шах, слон Е6, конь Ж5, играют здесь белые, и здесь снова вы можете ловить новичков, новички думают, опять же, стереотипами, по теории здесь правильно играть ферзь Д5, и там очень сложная начинается игра, опять же, можете посмотреть мой ролик защита двух коней, который я делал, также вы можете его найти в видеозаписи группы, ну, а если, например, играет ферзь бьет Ф6, практически все новички так играют, то после конь бьет Е6, понятно, что ферзем брать нельзя, так как он защищен конь, водьей, после ферзь бьет Е6, водя бьет Е6, черные останутся без ферзя, ну, а если сыграть ФЕ, то после ферзь Х5 шаха у нас получается такой вот двойной удар на короля и слона, то есть новички плохо видят геометрию, ну, и после короля Д7, ну, на Д8 или на Е7 нельзя уходить, из-за слон Ж5, там ферзь просто теряется, ну, а после короля Д7 ферзь бьет С5, говорить не о чем, пешка на С4, значит, под ударом, белые, черные остались без фигуры, без развития, и, собственно, потерпели крах. Вот такие вот еще три ловушки от меня, значит, ставьте лайки, всем спасибо, отписывайтесь, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok